Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей боенной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. В истории авиационной техники известно немало случаев, когда на основе истребителя, чаще двухмоторного, в результате переделок получался разведчик и даже бомбардировщик. Примеров тому много. Переориентация подобного рода производилась гораздо чаще, чем обратная, поскольку утяжелить самолет всегда проще, нежели облегчить. Да и преобразование бомбовоза в истребитель не сулит высоких показателей маневренности и скорости полета. Лишь иногда переделка бомбардировщиков самолет воздушного боя представлялась заманчивой, когда большой полетный вес и габариты исходной модели допускали установку принципиально нового, значительно более эффективного средства или агрегата, который на классическом маленьком истребителе разместить было очень сложно или нецелесообразно. Именно таким уникальным, хотя и малоудачным примером, стала попытка создания тяжелого дальнего истребителя АНТ-46 или Ди-8. Двухмоторный и дальний истребитель Ди-8 по тогдашней терминологии летающий крейсер был создан на основе скоростного бомбардировщика СБ или АНТ-40. Аналогичную переделку по заказу УВВС произвело ОКБ-39 Ильюшина, построив перед началом Второй мировой войны малую серию самолетов сопровождения ДБ-3СС в двух вариантах вооружения на базе серийного дальнего бомбардировщика ДБ-3 ЦКБ-30 для применения их в совместных боевых порядках. В 1935 году АНТ-40 еще не успел сколько-нибудь утяжелиться от войсковых рекомендаций или технологических доработок серийного производства. Для переоборудования его и в дальний истребитель взяли машину по типу первых опытных СБ, которые только начинали сходить с конвейера завода номер 22 в Филях. Один экземпляр был приведен к виду удобному для переквалификации, принципиально не отличаясь от первого летного образца АНТ-40 с двумя двигателями воздушного охлаждения Райт – Циклон. Взамен Циклонов для большей энерговооруженности будущего истребителя установили двухрядные звездообразные моторы «Гном Рон» «Мистраль Мажор» 14К. При создании D8 конструкторы учли опыт разработки и доводок близких к нему прототипов «Ми», «Три Д» и «Дип», поэтому им легко удалось избежать многих осложнений. Дело в том, что цельнометаллическая конструкция, во многом сходная для этих машин, была уже хорошо отработана и доведена до приемлемой надежности летными испытаниями. Правда, с моторами водяного охлаждения. Не менее важным отличием D8 от СБ являлись две динамореактивные пушки АПК-4 калибра 76,2 мм, которые разработало управление специальных работ. Они были установлены в отъемных частях крыла с проходом стволов через обшивку передней кромки и выхлопных труб с диффузорами над ребром обтекания крыла сквозь его верхнюю обшивку. Боезапас каждого орудия составлял 15 снарядов. В центроплане крыла у правого борта фюзеляжа установили третью огневую точку пулемет ШКАС с запасом патронов 800 штук. Отличия коснулись и оборонительного вооружения. В носовой кабине штурмана-бомбардира взамен с парки пулеметов ШКАС появился один подвижный крупнокалиберный пулемет ШВАК калибра 12,7 мм. В хвостовой части фюзеляжа оружие осталось как на СБ. Верхний турельный ШКАС на подвижной установке Тур-9 и нижний люковой пулемет той же системы. Для упоминания другой изюминки Ди-8, которая вошла в состав оборонительного вооружения с задней полусферы, вернемся к центроплану крыла. У границ зализов стыка крыла и фюзеляжа чуть выше задней кромки центроплана устроили амбразуры двух неподвижных пулеметов ШКАС. Ведение огня из них должно было производиться при заходе вражеского истребителя точно в хвост. Направляемые самолетом и нацеливаемые с помощью перископа заднего обзора эти ШКАСы представляли бы для неприятеля полную неожиданность. При отражении атаки противника со столь строгого ракурса результативная стрельба из турельной и люковой установок была бы затруднена и наличие неподвижных пулеметов в центроплане значительно усложнило бы условия нападения с задней полусферы. Конечно же, внезапность оборонительного огня не могла оставаться долговечной и стрельба из фиксированного пулемета назад в значительной степени велась бы на удачу. Может быть, именно поэтому подобные установки в нашей боевой авиации не прижились. Состав бомбардировочного вооружения по сравнению с СБ уменьшили. В зоне центра тяжести самолета оставили вертикальный бомбовый отсек. Задний фюзеляжный и центропланные отсеки не использовались и были задрайны. Общий вес бомб не превышал 250 кг, что соответствовало летно-техническим характеристикам, предъявляемым к летающему крейсеру. Конструкция Ди-8 металлическая, клепанная из дюралюминия. Фюзеляж стыковался из трех частей, которые собирались и укомплектовывались оборудованием автономно, на отдельных стапелях, с последующей подачей на общую сборку. В передней части за лобовым прозрачным колпаком было устроено рабочее место штурмана. Его он занимал, поднявшись по лестнице через нижний люк. Этот же проем являлся аварийным для покидания самолета в воздухе. Средняя часть фюзеляжа выполнялась заодно с центропланом крыла и была наиболее материалоемкой и сложной при автономной сборке. В ней поместили пост управления самолетом внутри кабины летчика со сдвижным фонарем назад. Более длинный фонарь стрелка-радиста сдвигался вперед и открывал его кабину, расположенную в задней части фюзеляжа, несущей хвостовое оперение. Каркас основных агрегатов машины состоял из трубчатых ферменных балок, стальные трубы, V-образных профилей, образующих вместе с обшивкой замкнутые контуры для частичного включения ее в работу на прочность, рамных шпангоутов и нервюр. Их выполнили из листового дюралюминия с отбортованными отверстиями для облегчения. Элероны имели внутреннюю весовую компенсацию. Капоты двигателей плавно сведены на нет к задней стенке крыла и заканчивались нишами убираемого шасси. После подъема стоек колеса частично оставались снаружи, образуя своими шинами задние кромки мотогондол. Зимний вариант шасси предусматривал подъем лыж в полете с подтягиванием их к днищам моторных обтекателей. Бригада Александра Александровича Архангельского, работавшая над преобразованием АНТ-40 в АНТ-46, сделала Ди-8 очень быстро, за два месяца. И в июле 35-го года он был выведен на аэродром. Первый полет Ди-8 совершил 1 августа 35-го года. Как и опытные экземпляры будущего СБ, Ди-8 оказался недостаточно устойчивым в полете и очень чутким к отклонениям рулей и элеронов. Для преодоления этих аномалий ОКБ АНТ воспользовался теми же способами и средствами, что и при доводке самолетов АНТ-40. Из-за снятия с плана динамореактивных пушек системы Курчевского в феврале 36-го года для дублера Ди-8 БИС АНТ-46 БИС были разработаны два новых варианта наступательного вооружения. Один из них предусматривал применение нарезных пушек ШВАК калибра 20 мм по паре с каждой стороны крыла. В связи с этим по указанию заместителя главного конструктора ЦАГи Владимира Михайловича Петлякова Ди-8 БИС получил новой консоли крыла. Архангельского к этому времени командировали на завод номер 22 для внедрения и ведения серии СБ. Одновременно вслед за совершенствованием СБ дублера снабдили и новым горизонтальным оперением и килем с увеличенным рулем поворота. Второй вариант оружия предусматривал подфюзеляжную легкосъемную батарею составленную из пяти пушек ШВАК. Они должны были устанавливаться на специальном опускаемом лафете и иметь хороший доступ для обслуживания и перезарядки магазинов. Основные летно-технические характеристики Ди-8 БИС намечались выше данных СБ чтобы успешно защищать бомбардировщики в полете. Для этого наметили в короткий срок установить на дальнем истребителе перспективные форсированные двигатели М-34РНФ конструкции Микулина. Однако из затянувшихся сроков подготовки к сдаче АНТ-46 на государственные испытания он был снят с плана как неудавшийся. Анализ заводских испытаний вынудил заказчиков отказаться от этого крейсера. Продолжение работ над Ди-8 бригадой Архангельского оказалось невозможным, так как ее в полном составе перевели на 22-й завод как самостоятельное ОКБ по отслеживанию серийного выпуска СБ. АНТ-46 БИС не строили. Ограничиться пришлось лишь разработкой ряда агрегатов и фрагментарного макета фюзеляжного лафета с пушками ШВАК. Неудача Туполева с дальним истребителем чудовищным повлиял на работу других ОКБ в этом направлении. Сохранилось и такое мнение, что Туполев сам остановил работы по АНТ-46 и его дублеру в связи с успешным принятием на вооружение ВВС скоростного бомбардировщика СБ, который с двигателями типа М-100 имел хорошие перспективы в основном и многоцелевом вариантах. Эта версия пока подтверждения не получила. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова